Добро пожаловать, друзья, на канал InvestHacking. С вами снова я, Антон, и это очередное видео. Сегодня будет не совсем стандартное для меня видео. Последнее время я записывал более общее видео про биткоин, про важность инвестиций, про какие-то тренды, которые я вижу, за которыми я слежу. Сегодня будет, наоборот, очень узко специализированное видео про конкретные приложения на конкретном блокчейне. Обычно я такие видео не записываю по ряду причин, но сегодня решил поделиться, потому что вы, ребята, спрашиваете в чате, когда следующее видео, давай, Антон, расскажи, чем занимаешься. Я подумал, что раз уж я все равно трачу 70% своего времени именно на это одно приложение, то почему бы о нем не рассказать. Заодно будете лучше понимать, чем я занимаюсь, и, кстати, сможете мне, наверное, больше со мной контакты, если в итоге перейдете на это приложение. Ну ладно, не буду больше интересничать. Приложение называется District One, или как его сокращают, D1 на блокчейне Blast. Пару слов о Blast для начала. Я думаю, что те, кто смотрит этот канал, те, кто следит за криптой, слышали про блокчейн Blast. Это второй блокчейн второго уровня на эфире. Фишка его в чем? Ну, во-первых, его изобрел тот же человек, что изобрел Blast, всем известный под ником Pacman, и он, в общем, очень умный и молодой человек. Его основная придумка в том, что эфир, который попадает на блокчейн Blast, начинает нести, так скажем, нативный процент, да, native yield. То есть вы можете же обычно застейкать свой эфир, получать там 4%, например, или можете пользоваться им эфиром, соответственно, в трейдинге и прочих операциях на блокчейне. Весь эфир, который априори попадает на Blast, начинает приносить эти самые 4%. Не будем в рамках этого видео вдаваться в подробности, как это происходит, но это факт. При этом, например, если вы берете свой эфир и закидываете его в какой-нибудь пул ликвидности, то, соответственно, приложение, которое держит вашу ликвидность, ну, скажем, Uniswap, да, оно начинает получать этот процент. Соответственно, оно может вам снижать комиссии на торговле и даже что-то приплачивать, да. То есть получается, что вот этот нативный yield эфира, он дает новые, открывает новые возможности для приложений и, в общем-то, интересен людям. Что интересно, что Blast запустился уже больше месяца назад, но про него почему-то гораздо меньше говорят, чем про, например, тот же самый Bass. Вообще, мне непонятно, на самом деле, откуда такой всплеск восторга про Bass. Ну, в общем, ладно, опять, видите, хочу поговорить про конкретику, заносит на общее, но надо чаще встречаться. Итак, Blast все еще, несмотря на свой довольно громкий запуск, находится под радарами у большинства. Многие по тем или иным причинам еще его не дошли, но мы уже видим, что на прошлой неделе Uniswap добавил Blast, на прошлой неделе OpenSea добавил Blast. То есть, потихонечку крупные игроки, в общем, понимают, что Blast работает, там, все у него более-менее нормально, есть свои хаки, есть свои плюсы, минусы, но он работает. Соответственно, раз он достаточно хорош для Uniswap и достаточно хорош для OpenSea, то он и достаточно хорош для вас, мои дорогие слушатели и смотрители. И сегодня мы проговорим про приложение District 1. Зачем вообще мы этим занимаемся, почему я провожу в нем, в этом приложении, столько времени? Я, наверное, тоже, как вы знаете, не люблю фармить какие-то дропы, я там не тыкаю в ноткоины, не собираю фермы каких-то там телефонов и прочего, и не кручу бешено ретро-дропы. Может быть, зря, может быть, не зря, но мне это неинтересно, скучно. А поднимать какие-то фермы нет лишних денег, и тем более, ну, в общем, не моя эта, короче, тема. Blast интересен тем, что у него есть вот этот вот нативный yield. Я всегда ставлю на серьезных, сильных фаундеров, разработчиков. Да, и пока что Pacman, он, в общем-то, показывает себя с лучшей стороны. Значит, когда Blast только запускался, он еще был в виде смарт-контракта, люди просто отправляли туда эфир и получали поинты. Да, и эти поинты, очки, они со временем будут переведены в токены Blast. Мы не знаем ни общее количество поинтов, мы не знаем ни общее количество бласта, никакое соотношение будет между поинтами и бластами, и тем более, соответственно, не знаем, сколько стоит Blast. Да, там где-то вдруг начал Blast торговаться, где-то торгуются поинты, но все это очень-очень приблизительно, никто не знает. Весь прикол с поинтами в том, что они не на блокчейне, они ни к чему не привязаны, и сегодня Pacman захотел, вот у него столько поинтов, завтра он захочет всем раздать, говорит, все, теперь все ваши поинты там умножаются в 10 раз, если вы там, не знаю, твикните, допустим, и хоп, сразу поинтов в 10 раз больше стало. Поэтому все цены на поинты сейчас это не объективно. Помимо поинтов в Blast есть еще понятие золото. Это понятие было запущено в обращении уже после того, как Blast перешел из стадии смарт-контракта в стадию блокчейн. Если меня не издевает память, это было в начале марта или, может быть, в конце февраля, когда, собственно, Blast запустился, открылся мост, и вот эти застейканные эфиры можно было уже перевести на блокчейн Blast и начинать какие-то действия уже с приложениями, которые находятся на блокчейне Blast. Значит, помимо поинтов, которые люди продолжают зарабатывать, люди получили возможность зарабатывать Blast Gold, Blast Zolot. Blast Gold и Blast Point разделены в соотношении 50%. То есть, всех наград всего будет 50% в поинтах, 50% в золоте. Причем на поинты существуют так называемые множители. То есть, если вы пользуетесь несколькими приложениями, то у вас появляются множители. То есть, поинта все время растет количество. Золото, если я правильно понимаю, опять же, да, то оно просто будет в процентном соотношении приравнено к поинтам. То есть, в какой-то момент X, когда Пакман решит, что достаточно все фармить и можно уже переводить поинты и золото в токены Blast, то они посмотрят, сколько на этот момент образовалось золото, сколько на этот момент образовалось поинтов и приравняют, соответственно, их в соотношении. Какое бы ни было соотношение, такое получится. Пока оценивается, как один Blast Gold, одно золото, равняется 35 тысячам поинтов. Но я чувствую, что под конец за одно золото будут давать больше поинтов. Длинное интро, но без понимания понятия золота и поинтов нет смысла продолжать. Будет непонятно, о чем я говорю. Теперь во всей этой экосистеме Blast существует огромное количество разных приложений и игр, и свополок, и чего только нет. Мы сегодня говорим про так называемые приложения из категории SoFi, Social Finance. То есть это, по сути, социальная сеть с элементами блокчейна, похожая на FriendTech, например. Те из вас, кто следил за криптой во время медвежки, знают, что такое FriendTech. Сегодня у нас с вами District 1. District 1 выглядит довольно страшно с первого взгляда, но я расскажу вам от А до Я, как им пользоваться, как зарегистрироваться, где здесь зарабатывать, что мы собираем, что мы ждем. В конце я покажу, как завести деньги на Blast и, собственно, как зарегистрироваться на District 1. Для начала скажу, что, чтобы зарегистрироваться на District 1, вам понадобится реферальная ссылка, которая будет здесь и в чате InvestHacking. Вам понадобится немножечко эфира на сети Blast. Расскажу, как ее туда завести. И, соответственно, Twitter-аккаунт. Когда вы переходите по ссылке, вы сначала привязываете Twitter, твитите, потом платите небольшую единоразовую сумму, по-моему, это 0,05 эфира, то есть, там, 0,005 эфира платите. За это вам дают первое количество, там, какой-то гемов, так называемый. То есть, здесь есть такие, своя валюта District 1, Soft Currency, так называемые гемы. Ее все называют Gems, гемы. По сути, это изумруды, потому что они зеленые, но все называют это гемами. Вы получаете эти гемы, и, соответственно, вы видите перед собой следующее. Вы видите перед собой, вот, наверное, Spaces, да? То есть, вот такое вот окошко. Что мы здесь видим? Здесь мы видим Spaces, это комнаты, так называемые, как чаты, как каналы, где создатель может что-то писать. Здесь у нас с вами идет активность, здесь новые листинги и, там, трендинг, понятно. Вы уже видите, что я залогинен здесь под Twitter Invest Hacking, и чуть позже покажу, о чем это. Значит, вы можете переходить из комнаты в комнату. Например, очень крупной комнатой является комната Pacmoon. Pacmoon – это проект тоже на области. Есть комната D1, D1, District 1 – это официальная комната самого проекта. Комнаты делятся на те, где каждый может писать, где те, кто застейкал токен Оли, и где только shareholder, то есть, где только те, кто купил акции этой комнаты. Идем по порядку. Значит, чтобы вам разговаривать в любом эспейсе, вам придется, так скажем, застейкать тысячу гемов. Но при регистрации вам обычно уже дали сколько-то гемов. Мне дали тут около 5-6 тысяч. Если вам вдруг дали меньше тысячи, и вы не можете печатать ни в одной комнате, напишите мне, я скину вам немножко гемов, и вы сможете печатать. Значит, берем стейк Амгемы, это не крипта, это просто своя внутренняя валюта здесь. Официальная валюта District 1 – это токен Оли. Вот это цена акций в токене Оли. Я позже покажу его контракт, как его найти и где его торговать. Значит, эта цена рядом, соответственно, в долларах. Из чего можно сделать вывод, что курс Оли к доллару около 10 центов, чуть меньше, меньше 10 центов за токен. Соответственно, здесь что мы видим? Здесь мы видим цену акций, не пугайтесь, она очень высокая. Это одна из топовых комнат. Кстати, скажу так, что когда был Фронтех, и он был на пике своей популярности, топовые комнаты во Фронтехе стоили 6-7 эфиров, и дело было на медвежке. Здесь топовая комната стоит 1500 долларов, ну там, вот Пакон стоит 2. Ну, просто так, чтобы, скажем, было какое-никакое понимание, что да, цена может казаться очень странной, очень высокой, но в принципе это не предел. Здесь мы видим количество гемов, которые есть в этой комнате. Эти гемы, хосты, то есть те, кто запустил эту комнату, или те, кто был назначен модератором, этой комнаты могут раздавать всем участникам. Они могут дарить их лично кому-то, то есть буквально выбрать человека и отправить ему какое-то количество гемов. Могут просто нажать кнопку и сделать такой, типа, клейм, такая выскакивает зеленая кнопочка, можно на нее тыкать и собирать гемы. Но, может быть, сегодня мы прям буквально, вот пока я записываю видео, увидим, как это выглядит. Вот здесь была такая зеленая кнопка, можно было потыкать и пособирать гемы. Значит, можно просто, в принципе, чем заниматься? Это ходить из комнаты в комнату, смотреть, где закидывают гемы, и их собирать и, собственно, фармить эти зеленые гемчики. Значит, дальше. Что здесь можно делать еще? Естественно, можно покупать акции. Акции продает не хозяин комнаты, да, он не восстанавливает цену. Каждая комната начинает, по-моему, с 30 оля, и каждая последующая акция растит цену на 30 оля. Поэтому то, что акции стоят 16 тысяч, говорит лишь о том, что очень много акций было куплено. Мы видим, что здесь 281 холдер, и есть холдеры и по 40, и по 20 акций. Соответственно, можете сами посчитать, какое количество акций уже было куплено. Когда вы покупаете акцию, соответственно, цена растет, и здесь в чате выскакивает такая вот фиолетовая кнопочка. Вот такая, видите, когда кто-то покупает и когда кто-то продает. На эту фиолетовую кнопку можно тоже успеть быстренько потыкать и собрать кое-какое количество оля. То есть, когда вы продаете акцию, в эту же комнату идет небольшой дробчик уже монет. Обычно это десятая часть от того, что вы здесь видите. То есть, вот здесь 489. Обычно это делится там на 11-12 частей. И кто-то, вот видите, нажимает, кто-то получает 29, кто-то 52, кто-то 64 оля. Если помним, что курс оля 10 центов, то кто-то заработал за клик 6 долларов, например. Неплохо, да? Ну, естественно, на бласти очень дешевой транзакции, поэтому этот токен потом можно будет продать, заплатив копеечную комиссию. Так что в принт... Но, да, чтобы клеймить эти фиолетовые кнопки, вы должны быть держателем акции. То есть, вы не можете просто на халяву заскочить и начать кликать эти фиолетовые кнопки. Зеленые кнопки, которые кнопки дропы, они или открыты для всех, или открыты только для шерхолдеров. В зависимости от комнаты. Эта комната открыта для всех. То есть, любая зеленая кнопка, которая выскакивает здесь, вы можете ее заклеймить и забрать в себе гены. Вот эта комната, например... Ну, сейчас тоже уже открыта. Стараются обычно открывать комнаты, ну, чтобы привлечь больше людей. Но об этом мы поговорим чуть позже. Почему есть открытая комната, и почему есть закрытая. Вот эта комната, например, закрытая. Вот видите, кстати, кто-то подал здесь акции. Но мы, если мы пытаемся нажать, нам пишут, что мы, Notalegible, не можем это забрать. Ну, и это вообще holders. То есть, здесь мы не могли бы даже зеленую кнопку собрать. Нет, здесь тоже нет. Ну, ладно, может, еще увидим. Как вы видите, в каждой комнате разное количество гемов. От чего зависит количество гемов? Естественно, вы хотите тусить в той комнате, где больше всего гемов, чтобы эти гемы, соответственно, вы получали, когда хосты их раздают. Эти гемы аккумулируются за счет активности комнаты. Как определяется, или от чего зависит активность комнаты? Активность комнаты зависит от следующего. От того, сколько людей ралит в этой комнате. Здесь есть кнопка ралли. Rally to get into lucky draw, and gems get blasted. Видите, здесь идет отсчет, через сколько часов и минут начнется следующее ралли. Можете ставить себе будильник, заходить, и когда этот таймер дойдет до нуля, здесь появится кнопка ралли. Вы можете на нее нажать, и получается, вы поучаствовали в ралли этой комнаты. Можно участвовать только в одном ралли одной комнаты. Если у вас нет акций, но вы застейкали S.O.L.E., то вы можете участвовать в двух ралли в день. Если у вас есть акции, вы можете участвовать в четырех ралли. В любой комнате. Насколько я знаю, открытый для не-шерхолдеров. То есть, вы можете купить акцию в любой комнате, и приходить сюда и ралли здесь, если она открыта для не-шерхолдеров. После того, как вы нажимаете ралли, здесь пойдет, точнее, как-то ралли начинается, здесь начинается еще один таймер, 15 минут. Эти 15 минут даются на всех желающих нажать ралли поучаствовать. Когда 15 минут заканчиваются, здесь появится очередная зеленая кнопка. Точно такая же, как на airdrop, только на ней будет написано ралли. Вот вы здесь можете увидеть. Вот видите, James for airdrop for rally. Значит, здесь люди участвовали в ралли, и эта кнопка через 15 минут после начала выскакивает. Вы также на нее кликаете и собираете себе гемы. Можно покрутить и увидеть, сколько люди получали здесь за ралли. Вот видите, 3000, 3000, 4000, 1000. Да, вот. Здесь, как вы видите, есть разные бусты. 3x и 6x от суммы. Что за 3x, что за 6x? Сейчас я вам обязательно расскажу. В общем, суть в чем? Как здесь зарабатывать гемы? Самый дешевый, практически бесплатный способ. Только 0.05 эфира нужно на активацию аккаунта. Это просто как бы защита от ботов. Заходите, создаете аккаунт, привязываете к твиттер, платите один раз 0.05 и пошли скакать по комнатам, собирать гемы через дропы и участвовать в ралли. Участвуйте в ралли, 15 минут ждете, забираете свои ралли. Практически без вложений можете собирать гемы. Гемы будут идти медленно, потому что у вас не будет буста. Чтобы получить Boost 3x, нужно зайти во вкладку As All. Видите, у меня здесь написано Boosted, у вас будет здесь сразу написано как-то типа Unboosted, по-моему, или что-то такое, но в общем красная штука. Если сюда зайти, то можно увидеть, что здесь будет просто вот такая вот штучка, и здесь будет написано, что нужно залочить ликвидность. Я думаю, что вы уже знаете, что такое ликвидность, LP токены, но это, в общем-то, вам даже знать не нужно. Эта кнопка у вас будет гореть активно. Она будет написана здесь что-то типа Deposit, и сумма здесь будет 0,05 или 0,04 или 0,055 где-то в этом районе. То есть, конечно, не дешево, 0,05 эфира, это у нас получается, там сколько сейчас эфира? 3,300. То есть, около 165 баксов надо будет здесь залочить. Вы это не выбрасываете, вы это никому не платите, вы это отдаете в ликвидность, и там через сколько-то месяцев, вон через 3 месяца сможете прийти и забрать свои LP токены. Будут они стоить меньше или больше, это вам никто не скажет. Но, если вы застейкали S-OLE, то все гемы, которые вы собираете, получают Boost X3. И от дропов, насколько я знаю, и от Rally. Ну, Rally точно, дропы, по-моему, тоже. Чтобы получать максимальный Boost, максимальный Boost это X6, нужно купить акцию. Если вы покупаете акцию, то дальше вы уже получаете совсем другой дроп, это будет X6. То есть, здесь вот 1690 человек получил, это уже с Boost 3X. Была бы у него акция, он получил бы в 2 раза больше, соответственно. Также у Rally есть самый счастливый юзер, который получает самую большую сумму. Так как у меня золочены ESOLI и есть акции, я обычно получаю от 3 до 7 тысяч гемов за один Rally. Так как у меня есть ESOLI и из Rally, могу Rally по 4 раза в сутки, по 4 раза в 24 часа. Таким образом, в среднем с Rally собираю около 20 тысяч гемов. Я очень активно здесь сижу, как я уже сказал, порядка 70 часов своего времени. Сижу я в основном в Spacey Blast сборинг с друзьями эйпами. И здесь вы можете посмотреть, что ребята набрасывают Spacey, где сейчас активно раздают гемы. Вот, видите, вот человек, например, кинул Space. Давайте посмотрим. Может быть, мы успеем даже забрать какой-то дроп. Надо обязательно стейкать. Нет, он был 3 минуты назад, мы уже с вами не успели. что он, кстати... А, он, наверное, говорил про вот эту Purple. Я не успел прочитать. А, Bootstrap. Bootstrap через 10 минут. Да, про Bootstrap сейчас тоже расскажу. Вот, если видите, здесь можно увидеть, я часто сижу и тоже даю там по 100 гемов, если ребята скидывают реальные ссылки. То есть, если вот приходят люди и, допустим, говорят, приходят сюда и кидают ссылку, говорят, что вот сейчас здесь какой-то происходит дроп. Вот, видите, вот человек скинул, здесь был дроп. Я проверяю, захожу там, сам забираю гемы и кидаю ему еще соточку. Я раздаю гемы из вот этого вот нашего общего такого вот сундука с гемами. Bootstrap. Вот, нам человек прислал ссылку. Мы видим, здесь написано Bootstrap Airdrop 22.00. Каждый здесь видит свою дату и время. 22 часа, это мои 22 часа. Я записываю это видео, там, около 10 часов своего времени. Bootstrap вообще для всех. Даже если эта комната закрыта на только shareholder, вы все равно можете поучаствовать в нем. Что такое Bootstrap? Это очередной дроп. 22.00, то есть, по моему времени через 7 минут, здесь пойдет таймер 30 минут. Чем комната активнее, тем больше здесь будет гемов. Когда этот таймер закончится, то есть через 30 минут, опять же, появится вот такая вот только зеленая кнопка, куда можно потыкать и забрать немножечко гемов себе. Bootstrap обычно не очень большой, не рассчитывайте здесь золотиться, но пару сотен гемов все равно приятно. Итак, подводим итоги. Если вы хотите фри что-нибудь где-нибудь налутать, у вас очень много времени и очень мало денег, то можете зайти сюда, заплатить 0.05 эфира, прыгать по спейсам, можете просто сидеть, не знаю, в BlastosBoring, например, смотреть, как люди скидывают ссылки, переходить и пытаться налутать немножечко гемов. Вот смотрите, там скинули опять ссылку, смотрим. Вот какой-то дроп здесь есть. Успеваем? Нет, не успели, видите, прямо перед нами его забрали. Но это маленький, на 7 человек рассчитан. Бывает и по 20, и по 50 человек. Видите, вот люди лайкают, они успели забрать. Хорошо. Голддиггер, голддиггер, это спейс сайруса, я не знаю, успеем, вот смотрите, может быть сюда успеем. О, смотрите, успели, зашли, хоп, закликали, конфетти пошли, получили 111 гемов. Вот наш эрдроп, да, отлично. Что нам здесь пишут? Инвестхакинг заклеймил, да, видите, здесь без буста идет, значит, я все-таки был не прав, буст идет только на ралли, на вот такие вот гемдропы он не распространяется. И также на шерхолдер он по-моему распространяется, потому что здесь будет буст показывать. В общем, вы видели, да, человек скинул ссылку, мы перешли, покликали, 111 гемов набрали. Что-то здесь еще нам скинул ссылку, можно еще зайти посмотреть. Ну, здесь нет, здесь мы уже не успели, да, ну, быстро разбирают, быстро разбирают, но неважно, то есть, он один пишет, наверное, тот и последний был. В любом случае, суть такая, да, если вы хотите посерьезнее, пофармить гемы, то крайне рекомендую найти там 170 баксов застейкать здесь. Вам нужен только эфир, вам не надо ничего покупать, не надо никуда, просто приходите с эфиром на бласти, здесь нажимаете эту кнопку, подписываете транзакцию, застейкали, все, у вас загорелось зелененькое, на ралли пошли бусты, вместо 2-4 ралли и 3x. если хотите поучаствовать посоление в этом проекте и есть соответственно деньги на весь этот праздник жизни, то соответственно приходите и можете покупать акции. На акциях можно зарабатывать двумя способами. Во-первых, просто за то, что вы держите акции, вам идут гемы. Вот эти гемы, которые мы видим здесь, которые хостом раздаются на всевозможные дропы, они также распределяются между держателями акций раз в 24 часа в 0 UTC, если я ничего не путаю, в 0 UTC, да. Соответственно, если вы купили вот акцию какого-то спейса, если этот спейс активен, ну, точнее, в любом случае вы будете получать немножко оли. Чем более активен спейс, тем больше оли вы будете получать. Поэтому многие, например, смотрят на активные спейсы. Можно зайти во вкладку спейс, посмотреть цены, но лучше даже зайти не сюда, лучше зайти во вкладку Prime. Это новая вкладка. Здесь можно увидеть количество гемов, которое было там распределено, я так понимаю, за 24 часа. Можно посмотреть по ценам и по количеству гемов. Чем лучше соотношение, тем лучше, да, то есть, например, District 1 получает больше гемов, хотя цена Пакмана, например, выше. То есть, с точки зрения пассивного дохода, District 1 держать лучше, чем Пакмана, да, и, соответственно, так далее. Можно смотреть, сравнивать. Я думаю, что, в общем-то, разобраться здесь будет несложно, если немножечко пошевелить мозгами. Также новая фишка, можно приходить, раз в 24 часа вам дается три голоса и три голоса и три голоса и заходите в Prime, выбираете ваши любимые спейсы и голосуете. Некоторые спейсы вообще приплачивают за голоса, ну, это уже личное дело каждого. И за каждый голос получаете 500 гемов. В вкладке Prime голоса и в вкладке Survival голоса и вкладке то есть, вы голосуете на удаление спейса. Чем выше спейс в эпохе, тем больше золота, денег, кристаллов и всего он получит, поэтому на это тоже поглядывайте. Чем выше спейс, тем его выгоднее держать. Ну, в общем-то, это практически все из базовых знаний. Вон, смотрите, кто-то 25 акций купил. Если бы сейчас мы были в этом держателе. А, это вообще в спринте. Да, смотрите, дальше вот что. Дальше есть вкладка Sprint. И здесь уже вы видите наш с вами спейс и хакинг, который я создал. И вы видите также другие спейсы здесь. Видите, здесь отсчет идет, буквально минута осталась. Топ-3 спейса по цене пройдут из спринта в лайф. То есть, пока, когда создается сразу спейс, он не лайф, он не открыт, там нельзя общаться. Он выглядит там вот так вот, да, то есть, это просто, просто такая страничка. И здесь покажут, кто сколько купил и кто сколько акций держит. если этот спейс на момент стечения вот этого таймера оказывается в первом, втором и третьем месте, то эти спейсы открываются и они становятся лайф. И мы можем с вами сейчас это понаблюдать, через 42 секунды вот этот спейс откроется. И мы увидим, что как любому спейсу, который только запустился, ему дадут 300 тысяч гемов на раздачу. Поэтому некоторые вообще покупают спейс, именно под это дело заходят, общаются, пытаются выбить вот эти первые 300 тысяч гемов. Первые 300 тысяч гемов даются до первого ресета, то есть этот спейс запускается за час после ресета, то есть у него есть 23 часа, чтобы эти гемы раздать. Абсолютно на усмотрение хост, он может их раздавать, может вообще не раздавать, может поддерживать покупку акций, может просто, не знаю, своим друзьям насыпать, ну в общем любые-любые какие-то штуки, может конкурсы устраивать, в общем, ну вот сейчас мы наверное увидим, как этот спейс заработает, да, смотрите, вот мы обновляем страничку и мы видим, что этот спейс запустился, можно нажать сюда и мы видим, да, еще никто ничего не пишет, мы буквально здесь первые, могли бы написать что-нибудь типа first и так далее, и мы видим, что люди, например, сразу начинают продавать акции, будь у нас акция, мы могли бы сидеть и просто скликивать эти фиолетовые кнопочки и видим, вот, 300 тысяч акций, 300 тысяч гемов. Через 23 часа, когда произойдет upgrade, в смысле reset, он получит количество гемов уже по соотношению к его активности, то есть, чем больше людей будет ролить именно в этом спейсе, тем больше этот спейс будет генерировать гемов. Вот. Теперь переходим во вкладку MySpace и здесь мы видим наш с вами спейс. Мне удалось запустить этот спейс втихую под радаром. Обычно только запускается спейс, его тут же снайпят. Вы можете увидеть здесь, я запускал его три часа назад и сразу люди пампнули цену до 700 Оле за акцию. Но я не хочу, чтобы на вас разгружались боты, поэтому спейс я подготовил вам в тишине. Мы видим, как боты эти выходят. Видишь, что никто ничего не покупает. Я даже купил одну акцию специально. Думаю, если они не будут выходить, я ее продам. Ну, они такие радостно на меня разгрузились, заработали свои копейки, а кто-то вообще потерял. В итоге наш спейс сейчас с вами стоит 340 Оле или 32 доллара. С каждой покупкой цена будет расти на 30 Оле вверх. Если вы хотите, вы можете еще и купить наш самый спейс. Это будет спейс нашего канала. Там хостом буду я и выберем несколько модов наших активных членов комьюнити, кто хочет зависать в дистриктовании, кто хочет общаться, кто хочет раздавать гемы. Те могут поучаствовать. Ну, это мы решим уже после того, как спейс запустится. Если вам все это нравится, если вам интересно залетать в спейс, на раннем этапе это самая классная штука. Потому что, если вы купите акции дешевле, то вы еще и будете зарабатывать физ. Я уже заработал 34 оля, просто держа эту акцию. Потому что вот эти люди, которые купили после меня, с них копеечка идет мне. Поэтому, если вы в числе первых, хорошо, а если вы в числе последних, главное, чтобы у вас не начали разгружаться. Я свои акции продавать не буду. Я также куплю несколько акций с своего аккаунта. Плюс, у меня есть верные друзья OG District 1, которые рвутся купить этот Space, но я просил их, надеюсь, что они меня послушаются, они не будут снайпить этот Space перед тем, как это видео будет зарелизено и перед тем, как те, кто еще не в теме, но хотят поучаствовать, могли бы купить акцию на достаточно раннем этапе. Опять же, можете покупать, можете не покупать. Этот Space скорее всего вот в этот день, когда это видео запустится, он выйдет в live и там будет 300 тысяч гемов, и я все равно буду их раздавать, даже если вы не купите акцию, но зайдете, там, напишите что-то в этот Space, захотите пообщаться, поучиться, я с удовольствием все равно раздам вам какое-то количество гемов. Те, кто будут покупать акции, я буду раздавать бонусные гемы. Все, кто купит акцию до тысячи Оли, получат по тысяче гемов за каждую акцию. То есть, если вы придете и купите 5 акций, там, не знаю, по 340, вряд ли, хотя бы по 500 Оли, ну, просто вы не успеете, потому что цена очень быстро будет улетать. В общем, все, кто покупаются до тысячи Оли, получают по тысяче гемов за акцию, или даже по 2, давайте так, по 2 тысячи гемов за каждую купленную акцию. Я знаю, что киты уже побежали скупать, но подождите, ребята, дайте другим людям заработать, у вас так уже все хорошо. Каждый последующий, кто будет покупать, буду удваивать сумму и отправлять вам в гемов. То есть, если цена долетает там до 2 тысяч, например, Оли, то тот, кто купил за 2 тысячи, получит 4 тысячи гемов. Это все будет идти из первого, соответственно, нашего пула в 300 тысяч гемов. Также будем раздавать просто для тех, кто пришел, поздоровался и хочет потусить в Дистрикт 1. поэтому гемы для комьюнити, потенциальный рост цены акции. Обычно, как вы видите, акции запускаются в спринте, ну, если вы обратили внимание, почему они запустились, там больше тысячи обычно, то есть, к тому моменту, когда акция доходит до лайва, она обычно стоит там 1500, 1700, наш с вами пока стоит 340, хотя это ненадолго, поэтому, если хотите, залетайте, не хотите, как хотите, спасибо в любом случае за внимание, я уже говорю, тише, потому что там ребенок спать ложится. Ну вот, я, собственно, отставлю, соответственно, свою ревку, заходите по моей ревке, мне будет приятно, дальше вы можете также ходить и ширить свои ревки, пожалуйста, в моем чате не надо своей ревки, ширить, имейте совесть, мой чат на той, мой чат, хотя бы ревку дайте свою оставить, а вы там ходите по другим комьюнити, пожалуйста, уже свои ревки раздавайте и будете тоже зарабатывать Оле на пассиве. Кстати, смотрите, я 11 тысяч, там, пятисотый по сути, то есть, это всего, наверное, столько людей зарегистрировалось в дистриктумане, да, то есть, совсем, в общем-то, немного, 11 тысяч человек, это разве много? Вот, ну и последнее, да, здесь идут эпохи, да, смотрите, вот мы с вами уже заработали, там, 4 тысячи гемов, ну, это мне дали за регистрацию, плюс вот один, там, 5 тысяч, мне дали за регистрацию, 100 мы застейкали, чтобы общаться в чатах, и один, там, 111 мы собрали с дропа. Вторая эпоха подходит к концу, через несколько дней она закончится, начнется третья, четвертая, где-то до середины мая, как минимум, будет все это продолжаться, то есть, у нас с вами есть порядка полутора месяцев по фармингу. Первая эпоха распределялась таким образом, за каждую тысячу гемов давали одно золото, второй эпохи гемов больше, скорее всего, будет соотношение хуже, я не знаю сколько, две тысячи гемов за золото, 10 тысяч гемов за золото, но каждое одно золото, это достаточно солидная сумма, потому что я знаю, что люди стейкали, там, по 400 эфиров, и получили в итоге, там, 200 золота. Я сюда зашел с, там, меньше, чем одним эфиром, и в конце получил 288 золота, что очень даже хорошо. В итоге, как вы помните, золото будет меняться по какому-то там курсу на токены Бласт. То есть, если вы хотите фармить токены Бласт, плюс собирать гемы, то District 1 вполне хороший вариант, да, то есть, 150 тех же долларов, вы можете набрать гемов и получить несколько бластов. Бласт золота, каждый бласт золота чего-то достоит, да, это не, это точно не какие-то копейки, и я думаю, что оно, в общем-то, окупится. Плюс, доход с рефок, плюс, если вы владеете акциями, соответственно, вы можете собирать Оля на пассиве. Плюс, и самое приятное здесь, то, что, когда Оля будет листиться, то, здесь нам раздадут еще дополнительно 50 миллионов Оля раздадут всем, кто принимает участие в этом празднике жизни. Я, кстати, был не прав. Нет, смотрите, здесь 26 тысячи, какой-то я, то есть, 26 тысяч человек, но здесь очень много было ботов, особенно в первой эпохе, там, ну, в общем, из них очень много ботов. В общем, будет дроп Оля на момент листинга на крупной бирже, они не говорят на какой, но топ-эксчендж, и если вы немножечко копнете, то узнаете, что в токен Оля инвестировал Binance, поэтому очень может быть, что где-то в 20-х числах мая, не спрашивайте, откуда я это знаю, будет листинг на Binance, может быть, может не будет, но если он будет, то, в общем-то, я думаю, что и цена пойдет вверх, и тут же нам и навалят еще много токенов Оля, поэтому, может быть, это, я считаю, что это стоит моего времени, и я провожу здесь достаточно много времени, и вы можете увидеть, что я вот нахожусь на 13-й точке этого хит-парада с миллионом, с лишним гемов, и надеюсь, что мне обязательно хорошо насыпят, ну вот, шаут-аут Александр, он меня сюда привел, это наш с вами Саша из чата, он вон, побил меня на две строчки, и находится на почетном 11-м месте, давай, Саша, заходи в десятку, надо собирать много-много гемов, и, соответственно, Бласта, и Оля, и вообще, в общем, надеюсь, что вы тоже сможете продвинуться хорошо по этому лидерборду, если будет на это ваше желание. В общем-то, это все, что я хотел сказать по поводу Дистрикт Уана, и про золото, и про Оли, про все это я поговорил. Теперь коротко о том, как завести деньги на Бласт. Риновай, прекрасный мост, с тех пор, как я его открыл для себя, я вообще другими мостами не пользуюсь, если надо что-то перекидывать внутри EVM, да, то есть, все возможные EVM-совместимые сети, пожалуйста, они здесь есть, и Арбитрум, и Оптимизм, и Ziki, Sink, StarkNet, и, в общем, что бы вы там не фармили, из вашей сети, скорее всего, сюда можно закинуть деньги, и Base, и Polygon, и Linea, в общем, что вы крутите, можете сюда подконнектить свой кошелек, ссылку тоже оставлю, пожалуйста, пользуйтесь только официальными приложениями, и завести его на Бласт. Буквально там 10, наверное, минут от силы, они пишут минуту, ну, вы знаете, 5-10 минут, какие-то там небольшие деньги за комиссию, наверное, без подключенного кошелька мне не покажет, но какие-то небольшие деньги за комиссию, и, в общем, у вас эфир уже считаете на бласть. Дальше, если вы вдруг хотите посмотреть на график Оли, то он выглядит вот таким образом, ссылку на контракт Оли я тоже оставлю, MarketCap у него не 7 миллионов, а порядка 100 миллионов, потому что общая циркуляция Оли это миллиард, мало кто об этом знает, но это факт. Цена, соответственно, 10 центов, умножим, получаем 100 миллионов долларов, не так мало, но и не так уж много. И, соответственно, если вы хотите торговать токеном Blast, то это можно делать на любой свополке на Бласте, и лично я пользуюсь трастером, трастер вполне удобное приложение, и, соответственно, подключаете кошелек, берете, копируете там контракт Оли следующим образом, и вы, пожалуйста, можете его здесь торговать. Вот он, Оли, со значком, все четенько, пожалуйста, можно покупать Оли, и, соответственно, на него покупать акции. В принципе, этого делать даже не обязательно, вы можете нажать Buy и покупать за эфир, и многие спрашивают, есть ли разница, если вы присмотрите, то в долларах цена меняется на пару баксов, это потому, что, когда вы покупаете за эфир, вы, по сути, маркетбайте токен на трастере, и потом покупаете уже все равно с токеном Оли эти акции здесь. Поэтому, кстати, когда спускаются большие спейсы, то можно увидеть, что цена токена Оли взлетает, потому что те, кто покупает спейсы, это киты, они не парятся естественно с обменом, они просто маркетбайт за эфир и пампит токен Оли. про токеном Оли можно будет поговорить уже в самом дистрифтуане, там и Саша вам подробно расскажет, сколько токенов уже залищено, сколько еще осталось, сколько залочно, но в общем проект чувствует себя очень даже неплохо, запускался он здесь, с тех пор сдал 3x, но я думаю, что это далеко не предел, если действительно дело дойдет до листинга Binance, то в общем-то почему бы ему еще не слетать, ну так уже раз заканчиваю, последнее вспомнил, что есть некоторые спейсы, которые дают дополнительные плюшки своим держателям, например, есть спейс там Monoswap называется, это спейс тоже проекта, и они решили с держателем своих акций насыпать токенов каких-то своих или раздать допустим вайтлисты во что-нибудь, в общем спейсы и вообще в принципе классная штука, чтобы можно и поговорить с фаундерами проектов, получить какие-то дополнительные плюшки, послушать альфу, ну в общем да, и вообще уже кстати запускаются многие русские спейсы, то что меня тоже подтолкнуло к запуску нашего спейса русскоговорящего наверное русские неправильно сказал но русскоговорящего вот Keep Calm Hincock я про этих ребят вообще ничего естественно не знал я русскими инфлюенсерами не занимаюсь но в общем можно зайти и тоже пообщаться здесь на русском здесь Keep Calm еще больше английского но в общем-то здесь вот видно да, что общаются наши люди можно с ними тоже какой-то там альфой поделиться и да, на этом пожалуй все это наверное даже больше чем я хотел но получилось такое длинное видео надеюсь что вам понравилось надеюсь что увидимся с вами в district 1 не берите на себя больше рисков чем можете себе позволить любой проект может там сосками у него могут сломать контракт этот токен может укататься и как на уровне проекта так и на уровне блокчейна это все очень новая очень экспериментальная технология поэтому если вы дигены и хотите рисковать то пожалуйста если вы не хотите то купите биткоин и не переживайте у вас тоже все будет хорошо спасибо увидимся пока